В соцсетях запущена акция в поддержку павлодарской активистки Нургуль Калуовой. Мать-одиночку двоих детей поместили под стражу на два месяца по обвинению в участии в деятельности запрещенной организации. Калуова часто выступала с критикой в адрес властей и участвовала в акциях протеста. Месяц назад она участвовала в акции женщин, обривших голову перед камерой. Так они выражали протест против действий силовиков и применение в отношении активистов 405-й статьи Уголовного кодекса. Нургуль Калуова арестована за то, что она защищала гражданских активистов, сама была правозащитником и боролась за политзаключённых. В Уголовном кодексе 405-я статья «Организация или участие в деятельности запрещенной организации» предусматривает наказание в виде внушительного штрафа исправительных работ или лишения свободы. По официальным данным, в стране экстремистскими считаются десятки иностранных религиозных организаций. Их деятельность в Казахстане запрещена. Казахстанский суд два года назад также запретил движение «Демократический выбор Казахстана», которым руководит экс-банкир в изгнании, оппозиционный политик Мухтар Аблязов. В резолюции Европарламента ДВК признана мирным оппозиционным движением. В этом году суд запретил деятельность движения «Кощи партии Ассо», который публично поддержал Аблязов. С тех пор увеличилось число осужденных по 405-й статье. По состоянию на 3 декабря 2020 года правозащитниками мониторинговой группы «Активисты-не экстремисты» было зафиксировано 28 политически закриченных. Из них 14 человек находятся на время следствия в СИЗО. Один человек находится в Центре психологического здоровья. Было зафиксировано 90 политически мотивированных уголовных дел. Все они проходят по делам мирного оппозиционного движения «Кощи партии Ассо». 9 человек находятся под домашним арестом и 66 человек в риске оказаться под арестом. С 22 июня по 3 декабря 2020 года было зафиксировано 11 политически мотивированных уголовных приговоров. Власти Казахстана отрицают, что в стране преследуют по политическим мотивам. Местные правозащитники тем временем заявляют, что с 2013 года список политзаключенных регулярно обновляется. Международные организации и сенаторы США неоднократно призывали власти Казахстана освободить людей, осужденных за политические взгляды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова